добрый вечер младим лесенха всем кто к нам присоединился мы сегодня поговорим о книге коэлит и это будет как бы прелюдия к тому чем мы начнем заниматься начиная со следующей недели а со следующей недели мы уже в прямую начнем заниматься эллинистическим периодом будем читать книги маковеев вот и сегодня казалось бы какая связь между книгой коэлит и тем о чем мы будем говорить дальнейшем но мы сегодня увидим что какой лет как раз в этот период и было судя по всему создана об этом немножко позже выбор конечно еще и диктовался тем что не более как два дня тому назад то есть день тому назад мы читали книгу коэлит в синагогах это обычай читать книгу коэлит в субботу выпадающую в праздник суккот обычай который распространился в основном в ашкенатских общинах где-то с 11 примерно века новой эры по крайней мере до этого нам ничего не известно об этом обычай вот с тех пор книгу коэлит читают суккот и естественно отдельно станет вопрос почему собственно ее читают суккот какая связь потому что если мы скажем посмотрим на другие произведения так называемые свитки а есть такое понятие иудаизме хамеш мегилот или пять свитков не все из них самом деле свитки реальным свитком по большому счету является только свиток эстер который читается действительно в синагогах в курим того что называется клав на свиток также как и книга торы но как бы есть некоторое в традиции еврейское общее название опять свитков который входит песен песней книга руд книга и х книга эстер и книга коэль а и все эти книги читаются принято их читать тот или иной праздник или отмеченный день еврейской традиции как правило всегда связь ясна но в случае книги эстер связь просто бросается в глаза это события пурима поэтому читают но скажем пример книга и ха опять же понятно читают девятого ава это книга траура траурные песни оплативающие разрушение храма вот что касается книги широ ширри рим и руд то там нет прямо заявленной связи с теми праздниками которые их читают то есть широ шири рим в песах а руд в шевод но есть как бы четкая ясная традиция да что касается книжу песен песни это книга которая получила некий аллегорический комментарий в рамках которого его Любовь, описанная в этой книге, является аллегорией любви между Богом и народом Израилем, возникшей в момент исхода из Египта, поэтому эту книгу читают в Песах. А что касается книги Рут, то там есть внутри самой книги некоторые элементы, которые связывают ее с книгой Шивот. Два основных – это то, что там события происходят, основные в весеннее-летнее время между Песахом и Шивотом. А во-вторых, Рут, который становится человеком, присоединившимся к народу Израиля, к его Богу, в каком-то смысле создает параллель самому народу Израиля, который сделал то же самое во время стояния на горе Синай. А вот что касается книги Куэлли, то тут мы не очень понимаем, какова, собственно говоря, связь этой книги с праздником Суккот, который называется «Временем нашей радости» Зман Симхатрену. Книгу эту, как часто называют, самой пессимистической книгой в Танахе, автора «Великим пессимистом». И эту книгу вспоминали в контексте таких пессимистических размышлений о смысле жизни такие авторы, как Шопенгауэр, как Лев Толстой и другие. Вот, значит, я сейчас открою свою презентацию, которую я приготовил, она на иврите, но я как бы буду переводить для всех, кто, как бы, исходя из того, что есть, может быть, слушатели, которые иврит не знают. Значит, вот общий заголовок, да, заголовок, как мы увидим, это первая часть заголовка, это цитата из самой книги Куэлли, ахута мишула шло бимгера и на тек, тройная нить не скоро перетрется, или не быстро перетрется. Что это значит, мы дальше это обсудим. А под заголовок, почему мудрецы хотели сокрыть книгу Куэлли и почему они этого не сделали, это, как бы, центр нашего обсуждения. И хотя я уже, как бы, что называется, дал довольно прозрачный намек на то, какова проблема книги Куэлли, ее пессимистический характер по отношению к смыслу жизни, что уже ставит ее в определенную оппозицию по отношению к еврейской религиозной традиции, а если угодно вообще к тому, что аврамические религии понимают под смыслом жизни, как бы, они, как правило, очень четко выражают идею о том, что жизнь человека в той или иной степени есть послание и есть некая миссия, возложенная на него Богом, которую он выполняет в течение своей жизни. И поэтому то, что мы увидим в книге Куэлли, действительно стоит в явном, находится в явном противоречии с этой идеей. Значит, книга Куэлли была приписана царю Шлумо, при этом Медраж говорит, есть в Танахе три книги, приписанные царю Шлумо по разным причинам. Одна из них «Песень-песни» Широ Шерим, другая книга «Мишлей», книга «Притч», и третья книга Куэлли, и Медраж связывает это с разными периодами жизни царя Шлумо, говоря о том, что «Песень-песни», книга «Любви» написана, создана во время его молодости, «Мишлей», книга «Притчи», мудрый, изречение о жизни, это зрелый возраст, а книга «Куэлли» в старости. Вот перед вами портрет царя Шлумо в старости, изображение, находящееся в Библии, иллюстрированное Густавом Доре. Ну и отсюда к нашим вопросам. Как всегда, я проговорю нечто, а потом дам вам возможность отреагировать и задать вопросы. Итак, так почему же в самом деле мудрецы хотели сокрыть книгу «Куэлли»? Что такое вообще «сокрыть»? На иврите это термин, обозначаемый словом «легнос». Это значит изъять этот предмет из общественного литургического использования. Когда речь идет о книгах, то подразумевается именно это. Книга не должна читаться во время литургии, во время богослужения, во время молитв. Ровно то, что мы сейчас сделаем в праздник Суккот. Так вот, этому мудрецы хотели помешать. Дальше я представлю вам отрывок из Вавилонского Талмуда, который говорит следующее. Это Вавилонский Талмуд, трактор Шаббат. «Хотели мудрецы сокрыть и схоронить книгу «Куэлли», потому что ее слова противоречат друг другу». Дальше пропуск в цитате, мы еще вернемся к этому пропуску. А в чем, собственно, заключается противоречие? Написано в книге «Куэлли» «товкас мисхок» – лучше гнев, чем смех. А в другом месте написано. И здесь я сразу же скажу, что есть некоторая проблема в подборе этих противоречий. В книге «Куэлли» действительно противоречий немало, как мы увидим. Но любопытно, что выбирается проблемный стих. «Куэлли» в контексте, в котором появляются эти слова, это на самом деле значит, я называл смех сумасшествием. То есть это отрицательная характеристика смеха. Но дело в том, что этот корень на иврите «гей ламед ламед», у него есть несколько значений. Одно из которых как раз «прославлять». И Талмуд здесь понимает эту фразу «Куэлли» как обозначение, как раз «прославление смеха». Я сказал о смехе, что он прославлен. Это как бы, повторяю, проблематичный перевод. Но зато другой пример вполне подходящий. «Вишибахте они» – это «симха». И я прославил радость. А в другом месте, причем это в том самом стихе, где говорится про смех, то, что мы читали. Я сказал о радости, что она тут делает. То есть как бы радость – вещь никчемная. На самом деле, повторяю, противоречия в книге «Куэлли» всякие, кто читал ее, кто, например, вчера слушал, мог заметить, что противоречий в книге «Куэлли» гораздо больше. И эти противоречия касаются разных областей жизни. Мы сейчас одну из этих противоречий более подробно обсудим. Но, скажем, иногда он прославляет смерть, иногда он прославляет жизнь. Но вот ответ на вопрос, почему же все-таки не сокрыли мудрецы книгу «Куэлли»? Это из того же самого места в Байланд-Панталуде тот пропуск. «Умепны има логнозуху» – почему же они эту книгу не сокрыли? «Мепнейшит хилато диврей тора, весофо диврей тора». Потому что вначале начинается эта книга словами «Торы» и заканчивается словами «Торы». При этом нужно отметить, что само слово «Тора» в книге «Куэлли» ни разу не упоминается. Нигде. Равно, как не упоминается союз между богом и народом Израиля, впрочем, можно, конечно, сказать, что содержание книги далеко от какой бы то ни было истории. Но вопрос возникает, откуда мудрецы берут идею о том, что начало книги «Куэлли» – это слова «Торы» и конец слова «Торы». Это любопытный момент. «Куэлли» в первых стихах книги говорит Каково преимущество в человеческом труде, которым он занимается под солнцем? Это как бы такая горькая ирония. На самом деле нет никакого преимущества, нет никакого смысла в человеческом труде, говорит Куэлли. Потому что все его усилия в конечном счете не приносят долгосрочных плодов. Потом это все неизвестно, куда уходит. Что же делает здесь Талмуд? От имени Раби Яная говорится так Под солнцем нет преимущества в человеческого труда. А то, что перед солнцем есть такое преимущество, казалось бы, опять же, что значит, как это связано с Торой, ответ простой. Что такое перед солнцем? То, что предшествует солнцу. Что предшествует солнцу по идее мудрецов, то есть всему сотворенному миру, предшествует Тора. У мудрецов есть идея, которая появляется в довольно ранних источниках, согласно которой Бог сотворял мир по плану, который изложен в самой Торе. Тора предшествовала миру. Поэтому, когда Куэлит говорит, что нет преимущества у человека в человеческом труде, которым он занимается под солнцем, он как бы подразумевает, согласно их мнению, согласно этому объяснению, что он ограничивает здесь бессмысленность человеческого труда. Тот человек, который занимается трудом под солнцем, да, действительно, никакого преимущества нет. Но если он занимается трудом, который предшествует солнцу, тогда есть преимущество. Если он сидит и учит Тору, такого труда, естественно, есть преимущество. Это труд, который принесет долгосрочные плоды не только в этом мире, но и в будущем. Вот такой вот оригинальный поворот мысли. Что же касается конца книги Куэлит, говорится так, цитируется стих из книги Куэлит, Итог всему, послушаем, Бога бойся, заповеди его соблюдай, ибо это весь человек. Значит, мы еще вернемся к этому эпилогу книги Куэлит, но здесь, по крайней мере, в более явной форме заявлено требование по отношению к человеку исполнять волю Бога. Хотя Тора не упоминается, но для мудрецов, что такое заповеди Бога, которые надо соблюдать? Понятное дело, это заповеди, которые изложены в Торе, и благодаря тому, что Куэлит начинается слов Тора и кончает словами Тора, при том, что в середине есть всякие противоречия, но в конечном счете противоречия нет. Главный ориентир, главный маяк – это Тора. Кстати, я не спросил, видно, презентация-то видна, господа и дамы? Да, видна, спасибо. Отлично. Вот, собственно говоря, они сами разъясняют здесь, что такое весь человек. «Маз кизе коль Адам» сказал Раби Елизар «Коль хаолам ло невра и ла бишвиль зе». Весь мир не был создан, весь мир был создан именно ради этого. Ради чего этого? Вот того, чтобы человек боялся Бога и соблюдал его заповеди, то есть ради Тора. Это как бы первый виток. Первый виток. Теперь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Значит, на самом деле, как бы мудрецы Талмуда и последующие поколения пытались так или иначе объяснить противоречия, которые мы находим в книге Коэль. Да, как бы в целом и общем Талмуд объясняет, что Коэля не сокрыли, потому что он начинается словами Тора и кончается словами Тора. Но этого недостаточно. Как объяснить то, что он противоречит сам себе? И вот я привел здесь три возможных направления объяснений этих противоречий, которые, как бы, начинаются от наиболее традиционных и переходят к менее традиционным, к более критическим по отношению к этой книге, ее композиции. Как объясняет сам Талмуд? У него есть некое выражение, в таких случаях постоянно используемое. Ла кашья. Это не трудность. Это не трудно. Казалось бы, есть лобовые противоречия. Но их можно объяснить. Как для этого используется такой известный талмудический принцип, который не только в таких ситуациях используется, но, главным образом, в галактических спорах. Называется у кимта. Когда два, казалось бы, противоречащих друг другу высказывания, обусловливаются таким образом, что одно из них относится к одной ситуации, а другое к другой. И хотя, видимым образом, они противоречат друг другу, но на самом деле противоречие заключается именно в разнице ситуации. Ну, вот пример перед вами. Как раз Талмуд по поводу вот этих высказываний о радости. Выщебахте они это симха. Говорит кое-ли-туле симха мазо-са. И радость, что она делает? Талмуд говорит так. Ла кашья. Это не трудно. Симха шель митцва. Зо симха шейна шель митцва. Значит, одна ситуация. Один стих – это радость по отношению к заповеди, по исполнению заповедей. Вот это шибахте они это симха. А радость, которую надо отбросить – это радость, не имеющая отношения к торе и не имеющая отношения к заповеди. Ну, например, радость, которую испытывает человек от того, что он напился до белого коленя. Значит, вот это неправильная радость. А радость, которую надо прославлять – это радость заповеди. Вот таким вот образом мудрецы решают эту проблему. Впоследствии ее очень развил в своих комментариях, в своем комментарии книги Куэллетт, такой очень крупный и известный средневековый комментатор и поэт, и раби Авраам и Бенезра. Другой способ попытаться решить эту проблему состоял в следующем, что когда мы сталкиваемся с противоречием, по крайней мере, в ряде случаев это можно объяснить тем, что Куэллетт цитирует некое высказывание, например, какую-то пословицу, которую он на самом деле склонен опровергнуть. Вот, например, я уже упоминал его, казалось бы, противоречивое отношение к жизни и смерти. И я прославляю мертвых, которые уже умерли по сравнению с живущими пока. А в другом месте он говорит, Ибо живому псу лучше, чем мертвому льву. И в этой ситуации некоторые комментаторы говорят о том, что слова живому псу лучше, чем мертвому льву, это пословица, если угодно, народная мудрость, которая смотрит на жизнь здоровыми глазами, и говорит, что какая бы то ни было, но жизнь лучше, чем смерть. А сам Куэллетт полагает совсем иное, что жизнь бессмысленна и мертвым лучше, чем живым. Третья попытка, которую как раз упоминает Авраам Ибнезра, в своем комментарии отвергает ее, это попытка сказать, что книга Куэллетт создана разными авторами, состоит из разных источников. Это как бы такой критический взгляд, который в середине XIX века был разработан в первую очередь по отношению к Тории, книгам ранних пророков. В рамках критического подхода к библейским книгам. Так вот, одна из причин, почему вообще эти идеи возникли, это наличие явных противоречий внутри текста. Не только это, но в частности. Вот что пишет об этом Авраам Ибнезра. И ясно, известно, что самый ничтожный из мудрецов не создаст книгу, в которую бы он стал противоречить самому себе. И поэтому некоторые комментаторы предлагают понять слово Куэллетт. А мы еще вернемся к этому слову чуть ниже. Почему автор называет себя Куэллетт? Так вот, Ибнезр говорит, что некоторые комментаторы, кого он имеет в виду, не очень понятно, что Куэллетт на самом деле надо понимать как Кейлат Яков. Формула истории. Как раз будем читать. Ну, Рашат Кейлат Яков. То есть такая игра слов. Вместо Куэллетт, Куэллетт буквально собирающий, причем в женском роде, что любопытно. Кейлат Яков. Община Якова. То есть эта община создает книгу. И сказал вот этот вот комментатор, по словам Ибнезра, что ученики его, то есть царя Шлумо, создали эту книгу. И каждый сказал то, что думал, «Но это совершенно неверно», говорит Ибнезр. Как мы помним, Ибнезр сам попытался разрешить противоречия Кейлат Кейлат именно путем той самой Укинта Талмудической как бы развести эти противоречия по разным ситуациям. Но надо здесь отметить, что в отличие, скажем, от Торы, например, где мы сталкиваемся с разными стилями, с разного рода признаками, которые могут указывать на разное авторство, книга Куэлли написана совершенно единым стилем и единым языком, поэтому ее очень трудно делить на части с точки зрения каких-то отдельных источников. Это почти невозможно. Теперь мы рассмотрим некий кей-стадий такого противоречия. Противоречия по отношению к женщине. Это одно из противоречий Кейлат Кейлат, который просто бросается в глаза. Невозможно не обратить на это внимание. В главе седьмой книги Кейлат написано «И я нахожу женщину горше смерти». У муцы они мар мимавит это гайша. Она есть ловушка и сети, и сети ее сердца. «Тот, кто хорош перед Богом, должен сбежать от нее, а грешник попадется к ней». Вот смотри-ка. Это, кстати, любопытный стих в книге Куэллет, потому что очевидно, что автор книги Куэллет позиционирует себя как мужчину. Мы сегодня живем в постмодернистскую эпоху, где вообще все границы начинают перепутываться. Вот, любопытно, что в одном стихе, видимо, произошла какая-то ошибка-переписчика, трудно сказать, но вдруг это в женском роде появляется. Амра Куэллет сказала Куэллет. Ну, потому что само слово Куэллет по форме своей грамматической относится вроде как к женскому роду. Так вот, смотри, говорит Куэллет, я, что я нашел, да, как бы я пытаюсь сосчитать. Я нашел одного человека из тысячи, он имеет в виду из тысячи людей он нашел одного достойного человека, а женщину среди них не нашел. То есть, как бы, такое типично мезогенное отношение к женщине, которое мы встречаем в разных древних текстах. При этом все в другой главе Куэллет говорит следующие слова. Живи со своей женой, буквально видь жизнь с женой, которую ты любишь. Все дни жизни используется такой очень типичный для экклезиаста, для Куэллета термин коль мэй хаэй гэвлеха все дни жизненной суеты своей, если перевести термин Куэллет как суета, радуйся жизни с женой своей, ибо это твоя доля в жизни твоей, в труде твоем, которым ты занимаешься под солнцем, все, что рука твоя сможет сделать силой своей делой, ибо нет никакого счета и знания и мудрости и дела в преисподней, куда ты идешь. Значит, из этого получается, что Куэллет призывает к радости, действительно, к радости в семейной жизни, то, что есть у человека, как соединить одно с другим. И здесь я хочу прибегнуть к дополнительному объяснению, которое возможно носит такой более модернистский характер, не постмодернистский, это объяснение становится возможным, если мы сравниваем Куэллет с некоторыми другими произведениями Древнего Востока, у которого, мы и дальше увидим, в книге Куэллет есть немало точек соприкосновения. Так вот, есть такой вавилонский текст X века примерно до новой эры, который называется раб повинуйся мне, или как ему принято называть пессимистический диалог между рабом и его господином. Суть его состоит в том, что господин и раб переговариваются друг с другом, господин высказывает некое желание, а раб ему поддакивает, и тогда господин говорит, нет, я сделаю наоборот. и раб снова поддакивает, заканчивается, почему, собственно, такой пессимистический текст, потому что он заканчивается тем, что господин, сейчас, одну секунду, я найду этот текст, вот он, господин говорит рабу следующие слова, раб, поминуйся мне, да, господин мой, да, если так, то что тогда благо, раб ему отвечает, шею мою и шею твою сломать бы, в реку бы броситься, вот что благо, то есть покончить с собой, кто столь высок, чтобы достать до неба, кто столь широк, чтобы объять всю землю, на это отвечает господин, нет, раб, я тебя убью, отправлю первым, а раб на это говорит, на чем и кончается текст, а господин мой, хоть на три дня меня переживет ли, такой ироничный текст, который действительно несет себе такое глубокое пессимистическое отношение к жизни, внутри этого текста есть вот такой кусочек, раб, послушай меня, вот, да, господин мой, да, я полюблю женщину, полюби, господин мой, полюби, муж, который любит женщину, забывает горе и стоны, нет, господин мой, нет, раб, я не буду, я не полюблю женщину, не люби, господин мой, не люби, Женщина, яма, ловушка, меч железный, острый, которым отрезают шею мужа. Вот такой вот текст, который весьма и весьма напоминает первое из утверждений Куэлита о женщине, о том, что она ловушка, яма, сети, перекличка. По всей видимости, сейчас у нас нет времени слишком глубоко входить в эти взаимоотношения между текстами, но просто отмечу, что этот текст Вавилонский, видимо, был своего рода бестселлером, был распространен по всему Ближнему Востоку и мог быть хорошо известен автору Куэлита, он на него вполне мог ориентироваться. Теперь, о чем нам это говорит? Быть может, мы можем предложить еще одно дополнительное объяснение противоречиям книги Куэлит. Эти противоречия, возможно, носят имманентный характер. Так эта книга задумана. То, что вот в этом диалоге Вавилонском проговаривается напрямую, он как бы строится, как цепочка противоречивых высказываний, такой пинг-понг между рабом и господином. То в книге Куэлита является частью монолога Куэлита. Но это как бы такой диалогический монолог, разговор автора с самим собой, когда он как бы, что называется, оценивает жизнь с разных порой противоположных точек зрения. И как бы эти точки зрения передает нам. Это еще одна дополнительная возможность объяснить противоречия книги Куэлита. Теперь, есть еще одна причина, по которой мудрецы хотели схоронить книгу Куэлит. Она приводится, например, в Мидраше конца 4-го, начала 5-го века, в Айкра-раба, а потом повторяется в более поздних источниках. И звучит следующим образом. Что же это за вещи любопытно? Какие примеры здесь приводит Мидраж? Сказали мудрецы, разве правильно было сказать Шлумо, радуйся, юноша, в детстве свое. Пусть сердце твое будет приносить тебе благо в дни твоей юности. Это 11-я предпоследняя глава книги Куэлит. А ведь Моше сказал в Торе. Не следуйте за вашим сердцем и за вашими глазами, за которыми вы блудите. Ашратем зонима харэгем. Это цитата из книги Бамидвар. А вот Шлумо в этом стихе продолжает и говорит. Иди путями сердца своего и за тем, что видят глаза твои. Но поскольку стих кончается словами, но знай, или и знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. То есть, радуйся, иди вслед за сердцем и за глазами, но при этом помни, что есть воздаяние. Сказали. Я фе амар Шлумо. Хорошо сказал Шлумо. То есть, как бы, главное это итог. Но на самом деле, и это следующий наш слайд, на самом деле, как бы, глубинный подрыв религиозного мировосприятия заключается скорее не в тех словах, которые здесь приводит Медраж. Это, так сказать, такие вегетарианские почти слова. А ведь на самом деле, Коэлли, мы сейчас сосредоточимся на одном аспекте его подрывной деятельности, он отрицает воздаяние. На самом деле, он отрицает воздаяние в рамках того, что у жизни нет никакого смысла. И, кроме всего прочего, у человека нет никакого реального выбора. Все предопределено. Поэтому и воздаяния нет никакого. И вот, что он говорит, первая глава. Все суета-сует. Нет у человека никакого преимущества в том, что он трудится под солнцем. Мы это уже упоминали. В другом месте он говорит, мудрец глаза его, голове его, а глупец идет путем тьмы. Возможно, как некоторые считают, это вот один из примеров цитируемой пословицы. Но я знаю, что одна и та же судьба постигнет всех. То есть и мудреца, и глупца. Я сказал в сердце своем, как судьба глупца, так и судьба, или буквальный перевод случай. Все случайно. Такая же судьба постигнет и меня, мудреца. И зачем же я тогда копил мудрость? И сказал я в сердце своем. И это суета. Нет памяти ни о мудреце, ни о глупце навеки. Все забывается. И умирает мудрец и глупец. И я возненавидел жизнь, ибо было для меня злым то дело, которое делается под солнцем. Ибо все суета и погоня за ветром, или пастьба ветра. То есть вещь абсолютно абсурдная и бессмысленная. Еще один кусочек. Глава третья. Судьба людей и судьба животных одна и та же. Эти умирают, и те умирают. И у всех один жизненный дух. И нет у человека преимущества перед скотом. Все суета. Все идет в одно место. Все пришло из праха и возвращается в прах. И кто знает, поднимается ли дух людей наверх, а дух скотов спускается вниз подземным. Мы на самом деле не знаем, так это или нет. Значит, мы видим здесь, что Коэлит в таких крайне резких выражениях отрицает смысл человеческой жизни и воздаяния. В другой главе, который я здесь не привел, он говорит о том, что одна и та же судьба постигает праведного и грешного. Это действительно самый взрывоопасный заряд, который заложен в книге Коэлит. И который действительно встает в совершенно неразрешимое противоречие с религиозным взглядом на жизнь, который, повторяю, базируется в первую очередь на идее о том, что жизнь имеет смысл. И что человек, повторяю, находится в послании, он выполняет божественную миссию, которую он может исполнить, а может и отринуть, за что полагается воздаяние, опять же, неравное. Все это автором книги Коэлит отрицается. И даже когда он говорит о радости, эта радость, она омрачается тем, что на самом деле радость – это вот те немногие отпущенные людям дни, потому что потом нет ничего. При этом надо отметить, что здесь Коэлит вступает в противоречие не только с более поздней концепцией загробного воздаяния, которая возникает, видимо, в еврейской традиции в эллинистический период, примерно тогда же, когда была написана книга Коэлит. Но он вступает в противоречие и с более древними книгами, с той же Торой, которая, хотя и не говорит ни слова о загробном воздаянии, но прежде всего утверждает, что воздаяние есть при жизни. А кроме того, бессмертие человека обеспечивается рождением его детей. У Коэлита нет отношения к детям как к источнику бессмертия. Он совершенно не видит это в таком свете. Здесь мы подходим к вопросу о том, кто же был этот мудрец, этот загадочный автор, который поставил себя в оппозицию всем устоям веры и из-за чего высказывались серьезные опасения в том, что такую книгу можно допустить для религиозного использования и вообще для какого бы то ни было чтения. Мы знаем о том, что есть традиция, которая приписывает эту книгу Шлумо, источник этой традиции в самой книге, потому что книга говорит, с одной стороны, о том, что автором книги является сын Давида, а с другой стороны, это не просто сын Давида, а сын Давида, который царствовал в Иерусалиме. Исходя из библейских источников, таким человеком может быть только Шлумо. А кроме того, автор постоянно описывает себя как мудреца, а именно с образом Шлумо напрямую в книге царей связана идея мудрости, что он обладает мудростью, которой не обладает никто из людей. Это божественная мудрость, подаренная ему Богом. Почему же, задаются вопросом традиционные комментаторы, он называет себя этим странным именем Куэлит, или, как его по-гречески перевели, экклезиастус. То есть, проповедующий собрание, собирающий собрание. А потому что, во-первых, про самого Шлумо написано, что он собирал старейшин Израиля в тот момент, когда надо было строить храм. Тот же термин используется. Он собрал старейшин Израиля. Кроме того, в связи с праздником Суккот как раз, в книге дворей говорится, что праздник Суккот, который происходит по истечении семилетнего цикла, нужно собрать весь Израиль и читать им текст Торы. Что подразумевается в этом отрывке под Торой, не до конца понятно. Может быть, только книга дворей, может быть, какие-то отрывки. Мудрецы поняли, что Тора в целом. И, кроме того, уже Мишна и Медраж Аллаха утверждают, что эта заповедь, возложенная на царя, «Гагель-эдгаан, собери народ, царь должен это сделать». И как бы прототипом такого явился царь Шлумо. Поэтому-то он и когелет. Это не объясняет странности грамматической формы этого имени, но, тем не менее, дает нам некоторое объяснение. Теперь проблема заключается в том, можно, конечно, подвергнуть сомнению то обстоятельство, что Шлумо, живший в X веке до нового эры, выражает вот такие вот философские идеи, которые, ну, что первое приходит в голову, когда мы читаем некоторые из его изучений в книге Коэллет, в голову приходят в основном какие-то, приходят идеи, известные нам из греческой философии. Например, из эпикурейской философии, которые говорят, что главное – это избегать страданий и боли, радоваться той жизни, которая есть, я угрубляю, но это идеи, которые действительно похожи на определенные изречения Коэллета. Но главное состоит в том, что язык книги Коэллет, язык книги Коэллет, есть язык поздний, поздний язык конца эпохи второго храма. Я не буду сейчас приводить все эти примеры, я только укажу на то, что тут есть выражение, очень много выражений. Эта книга написана иврития, и тем не менее она изобилует арамеизмами. Такое количество арамеизмов могло появиться только в произведении, которое появилось уже в персидскую или в эллинистическую эпоху. В этой книге есть действительно персидские слова, такие как пардес и пидгам, которые, опять же, раньше не могли появиться, сад и указания. Есть слова, которые используются автором книги Коэллет, и это слова, распространенные в языке мудрецов. Вот я тоже тут привожу примеры. Есть какие-то совершенно особые слова, которые свойственны именно автору книги Коэллет, которые являются его новшествами, и нигде ранее в таком значении не использовались. Все это вместе приводит к выводу о том, что книга создавалась через много столетий после жизни царя Шлумо. В свое время я слышал такую шутку от одного из своих учителей, когда его спросили, как совместить идею позднего библейского еврита с традицией о том, что Шлумо автор книги Коэллет. Ответ был такой. Царь Шлумо написал книгу Коэллет на позднем еврите «Беруа хакодыш». Дух святости, Божий дух, направлял его так, чтобы он писал на позднем еврите. Это такая забавная шутка, но она выражает вот это глубинное противоречие между утверждением о том, что Шлумо написал книгу, и тем, что язык этой книги очень поздний. Есть те, кто считают, что это одна из самых поздних книг Танаха, написанная в конце третьего, в начале второго века до новой эры, то есть уже в эллинистическую эпоху, хотя надо отметить, что нет в этой книге ни одного греческого заимствования, ни одного слова из греческого языка, в отличие, например, от книги Даниэля, который, как мы в свое время видели, такое и есть. Здесь этого нет. Но некоторые пытаются указать на сходство идей Куэлита с определенными греческими философскими школами. Теперь я хочу вернуться с вашего разрешения к концу книги Куэлит. Вот это «Совдавар околь нишма». Книга Куэлит завершается неким эпилогом, которому предшествует поэтическое описание, можно сказать, лирическое описание смерти человека. Очень грустное и в то же время очень возвышенное. И заканчивается это описание тем, с чего начинается книга. «Суета, суета, суета, сказал Куэлит, все суета». А после этого есть некий эпилог, который говорит примерно следующее. Я не буду переводить каждое предложение, но смысл такой, что Куэлит, кроме того, что он был мудрецом, он на самом деле еще обучал народ и создавал много всяких притч. Он хотел узнать истину. Но вообще-то следует остерегаться. Тут обращение к сыну. «Сын мой, остерегайся писать слишком много книг, потому что этому нет конца, и это истощает плоть». А на самом-то деле как бы все мудрые слова исходят от одного пастыря. Подразумевается, естественно, Бог. И вот тогда-то и появляются эти слова. «Сов давара, коль не шмайд, га элогим, яравы и тнцватав шморки, зэ коль га адам». К всему заключению, послушаем всему заключению, «Бога бойся, заповеди его соблюдай, ибо это весь человек». Потому что все деяния, все деяния Бог приведет на суд, все, что было скрыто, доброе или злое. И надо сказать, что вот этот эпилог очень плохо сочетается с основным содержанием книги Куэлли. Поэтому еще довольно давно было высказано вполне резонное соображение, что это был один из способов сохранить книгу Куэлли, а не убрать ее из канона. Ибо невозможно было вот кончить словами всю суета. Надо было кончить, как говорят мудрецы, словами Торы. «Бога бойся и заповеди его соблюдай, ибо это весь человек». Таким образом, видимо, эпилог книги Куэлли был добавлен в более позднюю эпоху с тем, чтобы придать книге более, что называется, кошерный характер. Книгу могли сохранить, сокрыть, и вообще ее потерять. Но, слава Богу, мудрецы были такими цензорами, которые стремились не уничтожать, а наоборот хранить. И для этого использовали различного рода тактики и стратегии толкования, добавок, пояснений. Завершая этот наш разговор, я хочу оставить время на вопросы и замечания, я вернусь к началу, к заголовку. «Тройная нить не скоро перетрется». Я хочу представить вам еще один прецедент связи между книгой Куэлли и древневосточной литературой, месопотамской литературой. Хотя, на самом деле, это отдельная тема. У книги Куэлли есть связи, несомненные, из древнеегипетской литературы и мудрости. Есть тексты, которые это демонстрируют. Но вот у нас есть знаменитый текст, который называется «Эпоса Гильгамеш». Текст шумерского происхождения, который потом перекладывался на аккадский язык, дошел до нас в разных родах списка, в том числе и вавилонском. И там как бы два героя, двое, царь Урука Гильгамеш и дикий человек, которого оккультурили по имени Энкеду, идут сражаться со страшным чудовищем по имени Хумбабве. И Гильгамеш пытается уговорить испугавшегося друга, что надо идти. Он говорит так, скользким путем один не пройдет, двое пройдут, двое, трое, они лучше одного. Тройная вервь не перетрется. Ты будешь мне помощником, а я буду тебе помощником, и никто никто не сможет нас победить. Значит, судя по всему, как полагают комментаторы к этому тексту, вот этот образ тройной верви происходит из кораблестроения. Это корабль, который тащит на тройном канате. Такой канат не скоро перетрется. Здесь использован такой способ постепенного увеличения числа. Это один, два, три. Вот это три, это максимум. Тройная нить. И вот этот же образ перекочевал в книгу Коэлит. Перед нами отрывок из четвертой главы книги Коэлит. То вим гашнаем мин гаихада шер ешлаем сахар топ баамалам. Лучше двое, чем один. У них есть награда в труде, потому что если один упадет, то второй поднимет своего товарища. А если он один, то ему некому поднять. Его некому поднять. И если двое лягут рядом, то один согреет другого. А одиночка как согреется? И если один одного на одного нападут, то двое смогут выставить против него. И тройная нить не перетрется скоро. Значит, вот это как мы видим здесь, во-первых, тот же способ используется постепенного увеличения числа один, два, три. Во-вторых, здесь используется тот же самый образ тройной нити, тройной веревки. И в-третьих, как бы, так же точно, как и вот в этом тексте эпоса Григо Меши, говорится о нападении на одного или на двух, и двое могут выстоять. Нет сомнения, что автор книги Хуэллет, кем бы он ни был, заимствовал этот образ из эпоса Гильгамеши. Эпоса Гильгамеши во всяком случае был бестселлером, отрывки из него находятся в разных местах на Древнем Востоке, найдены были археологами, а это как бы было примерно то же самое, что Илиада и Одиссея Гомера в греческом мире. Так вот, что с этим текстом сделали мудрецы? Как текст Когелета перетерпевает изменения в литературе, в культуре мудрецов? Вот, что говорит Мишна. Мишна из трактата Кедушин. Мишна из трактата Кедушин говорит так, всякий, кто выполняет одну заповедь, ему благодетельствует, удлиняет его жизнь, это естественно Бог делает, и он наследует землю. Всякий же, кто не исполняет ни одной заповеди, его не благодетельствует, не удлиняет ему жизнь, и он не наследует землю. Всякий, кто учит, буквально, кто есть в Танахе, в Мишне, а также в хорошем поведении, микра, Мишна, Гедера Херетс, он нескоро согрешит. Как сказано, тройная нить нескоро перетрется. Всякий же, у кого никто не находится в мире Танаха, Мишны и хорошего поведения, этот человек не принадлежит собранию человеческому. То есть, вот эта тройная нить, почерпнутая из мира кораблестроения, в результате через Куэли перекочевывает мир мудрецов и становится символом трех основ, на которых стоит праведный человек, ведущий праведную жизнь. Это как бы то поучение, которое мудрецы смогли, что называется, вытащить из подрывной оппозиционной по отношению к религиозному мировоззрению книги Куэлит. В результате книга Куэлит становится знаменем религиозной жизни. Это из области парадоксов еврейской религиозной германифтической традиции. Ну, я здесь поставлю с вашего разрешения точку и готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы, замечания. Слышно ли меня и есть ли у кого-то желание что-то обсудить? Так как это все-таки связано с Сукотом? А, как это связано с Сукотом? Хороший вопрос. На этот вопрос однозначного ответа дано не было. главный ответ, который предлагали состоит в том, что поскольку Коэль упоминает в своей книге радость, хотя радость упоминается в противоречивых контекстах, как мы уже говорили, но из-за того, что радость упоминается, а Сукот называется временем нашей радости, установился обычай читать книгу Сукот. Кроме того, кроме того, есть такой стих «Тен хелик ли шивавы, гам ли шмуна». И хотя этот стих, это одиннадцатая глава, второй стих, связан видимо с помощью бедным. Там начинается со слов «Шаллах лахмиха, альпне амайм, киброва ямим, ким цаэну, пусти свой хлеб по воде, в конце дней найдешь его, тен хелик ли шивавы, гам ли шмуна, дай часть семи, даже восьми», и так далее. Что бы это ни значило в книге Коэля, мудрецы истолковали это так, что «Шива» это семь дней праздника Суккот, а «Шмуна» это завершающий праздник Шмени-Ацеры. И таким образом сделана попытка связать Коэля с праздником Суккот. И третье обоснование, которое дается «Шлумо» устраивает большой праздник в Суккот, в связи со строительством храма. И вот, согласно еврейской традиции, именно тогда он, согласно одному из мнений, выраженных в еврейской традиции, именно тогда он и сочинил книгу Коэля. Но это все, конечно, такие объяснения, которые могут вызывать удивление. Но вот так сложилось, что Коэля действительно читают Суккот. А вот с тем, что Суккот Давид Ганофелет, это никак не связано? Смотрите, сам по себе это утверждение Суккот Давид Ганофелет, оно взято из книги пророка Амоса. В книге пророка Амоса это выражение появляется в рамках некоего своего рода эсхатологического пророчества, того, что случится в конце дней. И там говорится, в тот день я подниму падающий шалаш Давида. Понятно, что в контексте книги Амоса подразумевается восстановление династии Давидидов. Значит, что династия восстановится. Этот шалаш есть ее символ. Значит, можно, конечно, попытаться сказать, что поскольку Шлумо сын Давида, и здесь упоминается шалаш, то это как бы дополнительная такая зацепка. Значит, вот шалаш на Сукот, Давид, Шлумо, ну вот, и мы читаем таким образом книгу Ковельт в Сукот. Но это как бы тоже такое косвенное очень обоснование. То, что шалаш вообще непрочная штука. Шалаш действительно вещь очень непрочная, и поэтому, если говорить о философии и всего этого дела, то действительно как бы делалась попытка сказать следующую вещь, тоже судите сами, что шалаш в каком-то смысле может символизировать человеческую жизнь, которая описывается в книге Ковельт как вещь действительно очень неустойчивая и непрочная, которая легко исчезает. Но при этом те, кто предлагают такое объяснение, они говорят, что этот шалаш одновременно символизирует наше доверие к Богу, который как бы развеивает наши иллюзии касательно прочности каменных домов. А вот когда мы выходим и начинаем жить в шалаше, то этот шалаш есть как бы свидетельство того, что мы находимся непосредственно под рукой Бога. Значит, в какой мере это сочетается с утверждениями Ковельта в очень малой мере. Но опять же попытки такого рода делались. Еще вопросы, замечания касательно нашего сегодняшнего разговора. Вот у меня такая идея на ходу пришла, я не знаю, я уже много говорил раньше об Каэлите, уже обсуждали как-то его. Кстати, насчет солнца, там самое простое это в современном философском языку, то есть в свете разума это все так, то есть в свете рассудка. Рассудок он ограничен, разум, познание Всевышнего это уже совсем другое. Действительно слука она как бы символизирует то, что мы под сенью Всевышнего символизируем где мы познаем Всевышнего. И вот у меня такая идея пришла, что поскольку Суккот это праздник международный как-то, там все должны прийти когда-нибудь и поклониться Всевышнему в Суккот, все народы. Здесь как бы я вспомнил про Йова и Йова характеризует то, что он не был евреем, известно, что он боялся Всевышнего, но он его не знал. То есть Всевышний должен ему открыться после очень больших испытаний. Здесь как бы тоже если это учесть, что это как бы собираются и народы мира, которые не знают, не познают Всевышнего, то у них эта книга выражает страх перед Всевышним. То есть бойся Всевышнего и делай то, что она очень разумна и красива и все правильно, а в этом смысле для других народов она достаточно убедительна. Но только в суке открывается Всевышний, то есть это есть познание Всевышнего, когда человек начинает не только рассуждать, а он находится под стене Всевышнего и он включает свой разум. Я боюсь, что эта книга скорее привлекательна не для народов, а для отдельных их представителей, скорее для людей, принадлежащих к интеллектуальной элите, которые готовы, если не разделить идеи Коэли, то по крайней мере их выслушать. Не зря я упомянул таких людей, как Шопенгауэр или Лев Толстой, которые очень интересовались этой книгой. А что касается универсального смысла праздника Сукот, то вы, конечно, совершенно правы. Впервые это было заявлено в рамках книги пророка Захарии, который тоже предлагает некоторое видение конца времен, и это видение сопровождается некой войной, которую ведут народы мира против Иерусалима, и включается их поражением у стены Иерусалима, и требованием, что те, кто остались, в живых, должны каждый год приходить в праздник Сукот и поклоняться Богу. Это действительно универсальное видение этого праздника, которое, между прочим, некоторыми христианскими общинами сегодня воспринимается не просто как пророчество, а как указание к действию, и они приходят ежегодно и проводят шествия в Иерусалиме. Возможно, это универсальное видение Сукота связано с тем, что там говорится в книге Захарии, что те, кто не придут, у них не будет дождя. И эта идея становится более понятной, когда мы читаем Мишну, которая эту идею развивает впоследствии, что в праздник Сукот решается вопрос, Бог судит, кому дать дождь, кому не дать дождь. И поскольку и такой праздник, как Рошашана, праздник День Суда Божественного, он тоже является универсальным, не только суд над народом Израиля. Это получается такая цепочка Рошашана к Сукоту, постепенная как бы постепенное проведение суда над всем миром и вынесение окончательного приговора. Еще есть ли у кого какие-то вопросы? Я имею в виду, что как говорится, если говорят, что у Боев есть хохма, верь. Это значит хохма это одно, а дат это то, что свойственно евреям. То есть они могут не восслаждаться так этой книгой ее красотой, как Толстой и Шопенгаур, но она им понятна, она очень рассудочна. Не знаю, я не знаю, насколько она всем понятна, она действительно рассудочна, это верно, но поскольку она изобилует противоречиями и вот такими очень сложными поворотами ума, то я не убежден в том, что любой человек скажет, что она целиком полностью понятна. Она как раз очень сложна и очень непроста для восприятия, на мой, по крайней мере, взгляд. Дадим кому-нибудь еще возможность высказать, если кто-нибудь еще, кто хочет что-то сказать. Дима? Дима? Да, да, пожалуйста, Боря. Да, я не очень понимаю, на чем у тебя очень пессимистический взгляд на роль, как ты говоришь, окончательных редакторов книги, книги, что ты считаешь, что они совершенно, они пытались сохранить ее и для этого добавили какие-то части, чтобы можно было сохранить. Вот. значит, мне как-то, когда я пытаюсь понять, понять, что, понять это, мне как-то возникает еще другая картина, что они совершенно понимали, что, да, действительно, значит, мир совершенно противоречив и противоречив взгляды находят себя, значит, вместо и, значит, только то, что они, может быть, добавили туда, значит, какие-то вещи ключевые по поводу, значит, эпилог, как ты говоришь, совдаварокольнейшим спадствием, чтобы общая линия не отклонялась от того, что они бы хотели, но тем не менее, они допускают возможные противоречия, возможные альтернативные взгляды, которые являются частью того же мира, значит, вот как-то, что, то есть, то, что я говорю, мне кажется, это не то, что у тебя прозвучало. Ну, я, на самом деле, имел в виду примерно то же самое, я хотел сказать, что, как ты оговорил, сказал Ио, речь идет, конечно, о Куэлите, вот, но я хотел сказать, что вот этот эпилог, он действительно призван, как бы, ну, что называется, смягчить такое тяжелое впечатление от Куэлита и сформулировать некоторую общую линию, потому что с противоречиями, как бы, ну, мы видели, как можно решить этот вопрос, да, с противоречиями, с отклонением верить, и тем не менее, значит, как бы, ну, вот, заканчивать книгу словами, что все суета, да, как бы, повторить, а очевидно, что это и была исходная концовка книги, она, как бы, тут есть композиция инклюзио, да, начинается одними теми же словами и кончается теми же словами, вот, это было, как бы, ну, слишком резко, слишком тяжело такое, как бы, принять, для формулировки какого-то такого общего и ясного взгляда, который действительно, если, как бы, пользоваться терминологией Эмиля, он абсолютно рационален и прозрачен, значит, как бы, это может примирить с противоречиями, да, которые действительно есть, противоречия в книге, их невозможно отрицать, но все-таки мы приходим к какому-то мото, как говорят на иврите, к какому-то вот четкому и ясному, четкой и ясной формулировке, в чем заключается задача человеческой жизни. И это софт-давар. Кто-то еще? Или мы на этом сегодня завершаем? Извините, есть какие-нибудь комментарии по поводу, какие-нибудь комментарии по поводу того, что суета, это, как бы, то же самое, что Авель? Смотрите, я понял, я понял, у кого очень трагичная судьба, скажем так. Правильнее сказать, что имя Гевель, оно происходит, судя по всему, от этого слова. Теперь слово Гевель буквально обозначает на самом деле пар. Пар, ну, в частности, пар, выходящий изо рта. Это буквальный смысл, но оно в Танахе получает дополнительные метафорические смыслы, которые действительно можно перевести термином суета. Теперь есть те, кто считает, что имя Гевель в Торе является символическим, и хотя только имя Каина толкуется напрямую, мы сейчас не обсуждаем вопрос о том, что оно значит этимологически, но оно толкуется Канити Иш Эд Ашем, я сотворила человека с Богом, а имя Гевель не толкуется, но оно как бы толкуется имплицитно, каким образом его жизнь была как вот этот парк, она как бы мгновенно исчезла, он был убит и как бы ушел из этой жизни, и в этом смысле его имя действительно символично, на самом деле такого рода пары имен, одно из которых напрямую толкуется, а другое нет, они появляются несколько раз в Торе в Гиберишит, напомню просто две таких пары, это Перец и Зерах, имя Перец толкуется напрямую, имя Зерах не толкуется напрямую, но есть некое скрытое толкование, потому что Зерах обозначает нить красного цвета, красный цвет, или скажем Якова и Сав, имя Якова напрямую толкуется, имя Исава не толкуется напрямую, но там есть как бы некий намек на значение имени, вот и так далее, то есть это да, действительно связанные вещи. Ну что, будем завершать сегодня? Хорошо, значит, я напоминаю снова, что здесь мы поставили на данный момент некую точку в нашем обсуждении текстов, которые вошли в Масаретский выизвод в Тонах, вот, и начиная со следующего занятия мы переходим к эллинистическому периоду, сделаем некое введение, прочтем два текста, а потом перейдем уже к Маковейским книгам. Окей. пишите. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...